Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа разбор полетов Сегодня я веду я Михаил Горин Мои собеседники, израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин Коллеги, я вас приветствую Привет, здравствуйте Ну что, у нас как бы иранская проблема По-прежнему остается номер один в новостях Да и вообще во всем списке проблем С которыми сегодня сталкивается Израиль Я имею ввиду удар, который был нанесен Ираном по Израилю в ночь субботы на воскресенье Минувшие И обсуждаем мы сейчас ответ Израиля на эту атаку Ну мы люди с вами не военные Поэтому военную как бы проблематику вряд ли будем затрагивать Кто какими дивизиями и какими ракетами будет наступать Но вот интересный момент Оказалось, что иранская проблема Тесно переплелась с нашей ситуацией в Газе Где, напомню, идет война Израиля с Хамасом Вот выходящая в Лондоне достаточно авторитетная газета Она выходит на арабском языке Газета Аль-Араби Аль-Джадид Она утверждает, что своеобразной компенсацией За то, что Израиль откладывает удар по Ирану Стало согласие американского руководства на операцию Израиля в Рафиахе Напомню, что американцы требовали, чтобы Израиль эту операцию не проводил Больше того, подтверждается, что египтяне поставлены в известность о таком согласовании И что вроде бы это уже некая реальность И многие комментаторы относятся без всякой доли скептицизма к этому известию А как не просто к возможному сценарию А как уже к некой реальной договоренности Скажите, пожалуйста, как вы ко всему этому относитесь? Достойно ли это обмен? То, что Израиль как минимум откладывает Как максимум вообще отказывается от удара по Ирану В ответ на эту атаку минувшую За более как бы совершенно конкретную реальную операцию в Рафиахе Если, разумеется, все это соответствует действительности Марк Отлярский Ну, во-первых, Израиль не отказывается от операции по Ирану Речь идет о том, что, как было сказано сегодня Не только упомянутой собой газетой Первая информация появилась на страницах катарского издания Со ссылкой на египетские источники Потом подтвердили какие-то New Wall Street Journal вышел с такой информацией То есть эта информация уже, собственно говоря, несколько дней как будируется Речь не идет об отмене операции против Ирана Речь, скажем так Речь идет о том, что Израиль получил добро На проведение операции в Рафиахе В обмен на то, что он проведет операцию против Ирана Но не в масштабах, которые вызовут региональный конфликт Стряску, землетрясение, региональную войну А, как было сказано, в ограниченном масштабе Это, то есть, как бы, как хочешь, так и понимай Что это никто пока не расшифровал Это может быть и какая-то хакерская атака Это может быть диверсия какая-то единичная Против каких-то ядерных объектов Это может быть удар, нанесенный по иранским прокси Это может быть заключение альянса С умеренными суннистскими режимами Которое, так сказать, так или иначе То есть, как бы, не сопряжено с большим количеством жертв Вот о чем идет речь Что касается операции в Рафиахе Да, я считаю, что это правильно Потому что Израилю на данный момент Важнее операция в Рафиахе Где, по некоторым данным До сих пор находится порядка четырех батальонов Хамаса А также последний оплот лидеров Хамаса Которые, как предполагается Опять-таки, это не то, что предполагается Что они находятся там вместе с заложниками Располагаются вместе с заложниками Поэтому на данном этапе для Израиля Важнее все-таки, конечно, безусловно Операция в Рафиахе И если это произойдет Опять-таки, если это произойдет Последняя еще информация Насчет операции против Ирана Было написано, что В любом случае, это не состоится Сейчас Перед Песохом А также на праздник Песох Скорее всего, это произойдет После праздника Песох То есть, опять-таки, как подчеркивают Американские источники В зависимости от того, как будут вообще развиваться события А события, как мы знаем, у нас развиваются Постоянно Меняются Все время что-то происходит Поэтому, на мой взгляд Так сказать, это Правильное решение Потому что Удар О котором говорили некоторые Горячие головы В частности Министры, представляющие Радикально правый спектр В составе правительства Мог на самом деле Сыграть просьб Израиля А сейчас Пока мир на стороне Израиля Достаточно сказать, что Сегодня же Прошла информация о том Что Европейский Союз И в частности Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жостеп Боррель Заявил об ужесточении Европейских санкций По отношению к компаниям Которые производят детали Для дронов иранских И ракет Причем серьезное ужесточение Этих санкций И об этом же ужесточении санкций Введении пакета санкций Говорит Белый дом Поэтому, в целом На мой взгляд На данном этапе Пока ситуация для Израиля Складывается благоприятно Спасибо Марк Горин Тебе слово Тот же вопрос Что для нас важнее Ответить Ирану Или провести операцию В Рафьерке Как это говорят иногда У вас все такое вкусненькое Даже не знаю Сто выбрать Я считаю Что Я вообще себя Не отношу К оголтевым критикам Сейчас много таких появилось Тех или иных заявлений Или рекомендаций Звучачек из Белого дома На мой взгляд Они много Говорят Весьма разумно Тем не менее Окончательное решение О том Наносить ли ответный удар По Ирану Или в Каид-Рафе Принимаем все-таки мы Ну Слав По поводу Ответного удара По Ирану Я Как ты сказал Мы не военные У каждого Наверное Есть свое мнение Я обычно Толст Этот удар Должен быть Обязательно Он должен быть Не по территории Физической Географической Территории Ирана Он должен быть Сильный И демонстративный Ну К примеру Превратить в щепки Какое-нибудь Иранские Ракетное Предприятие Или ремонтное Предприятие Военное На территории Сирии И желательно В выходной день Чтобы там было Меньше народа Как можно Меньше народа Пострадало Вот я вам Сказал Что это был бы Самый правильный шаг И действительно Никто за нас И решает Когда его Наносить Это тот Счастливый случай Когда я С удовольствием Во многом Должен согласиться С моим очень давним Товарищем Коллегой Оппонента Марковом Котлярским Теперь что касается Рафиаха Опять же Понятно Что нам необходим Этот удар Не знаю почему С ним тянут Другой вопрос И американцам Тоже Я думаю Лучше показать Своему избирателю Сегодняшнему Что вот Видите Израиль Действует В соответствии С нашими рекомендациями И мы ему Помогаем Потому что Он как бы Договороспособен Тем более Что американцы Не отказались От Ну Просьбы Достоятельные просьбы Ели-ка возможно Эвакуировать оттуда Население Которое Кто как хочет Называть мирным Или не мирным Короче говоря Все в общем Складывается Ну если Можно Нашу Обстановку Назвать Лучшей Сторон Это Вкладывается В общем Правильном Направлении И Американцы Делают То что Они хотят Делать И Это Очевидно Так сказать Что мы готовы В данном случае Согласиться И все такое И прочее И все Замечательно Насколько Это Реально Понимаете Опять же Еще раз хочу Согласиться С Маликом Тезкой У нас Так все Меняется Не то что Каждодневно Но каждое Часто Что Трудно Сказать Что будет В течение Суток Понятно Пока что Мы приняли Это Предложение Безусловно Пока что Да И опять Согласюсь Маликом Демонстрация Жесткой Позиции Европы Так сказать Челяет Уверенности Правильности Наших Хорошо И рекомендации Белого вода Еще одна тема Которая На мой взгляд Напрямую Примыкает К той Которой Мы только что Обсуждали Когда Иран Атаковал Израиль То Несмотря на Все Давление Наших партнеров В мире Нашими действиями В Газе Несмотря на Все требования Угрозы Прекратить Эти действия Вести себя По другому И угрозы Там Перевести Все это Недовольство В реальные дела Так вот Несмотря на Все это Когда Атака Ирана Состоялась То Наши Партнеры Нас поддержали Не только На словах Но и на делах Они активно Запустили Своей системе Раннего Предупреждения Что позволило Израилю Выиграть Много Времени Они Сбивали Тоже Все Те гадости Которые Иран На нас Насылал В общем Поддержали И все Заговорили Даже О своеобразном Появлении Такого Неформальной Антииранской Коалиции Которая В поддержку Израиля Выступила Кто-то Считал Что это Не коалиция А временное Партнерство Которое Вызвано Чрезвычайной Ситуацией Не имеет Значения Но поддержка Была Не на словах А на деле И вот Теперь Нам напрямую Говорят Что если Мы ответим Ирану Чрезмерно Жестко Или вообще Ответим Или же Даже Ответим Но чрезмерно Жестко Что может Привести К каким-то Региональным Конфликтам То этой Поддержки Мы лишимся И вот Возникает Вопрос Что для нас Важнее Вот этот Долговременный Союз Учитывая Всю опасность Ирана И нашу Ситуацию В мире И проблемы С Хизбалой И так далее Не буду Все перечислять Вы лучше Меня все Это знаете Или же Нет Мы маленькая Но гордая Страна Которая Должна Руководство С собственными Соображениями И собственными Соображениями Исходя Из собственных Понятий Что для нас Важно В эту секунду То есть Что для нас Более важно Этот Союз Или же Та система Сдерживания Которая Нам даст Ответ По Ирану Как нам Быть В этой Ситуации Марк Отлерский На самом деле Никаких противоречий В этом нет Миша Ты не забывай Что мы все таки На Ближнем Востоке А не в европейском Супермаркете У Станислава Ежелеца Есть по этому поводу Прекрасный афоризм Я думаю Что Марик знает Кто такой Станислав Ежелец Он говорил По словам их Угадайте то О чем они Умолчать сумели Это один из знаменитых Афоризм Так вот Я хочу сказать Следующее На Ближнем Востоке Риторика Всегда Обманчива Да То есть То что говорят Арабские страны С умеренными Суннистскими режимами О том что Если вы Ребята Дескать Ударите Как по Ирану С какими-то Далеко идущими Последствиями Вы можете Не получить От нас поддержки Эту риторику Надо делить На 25 Потому что Предназначается она Отнюдь не для Израиля А предназначается она Для определенных сил Которых Скажем Радикальных Исламистов Которых Тем самым Хотят Каким-то образом Успокоить Тому пример Ты правильно сказал Да Тому пример Та поддержка Что называется Которую мы не ждали Да Скажем Иордания Которая открыла Небо Для своего воздушного Постранства И сама участвовала В сбивании Самолетов И беспилотников И ракет И дала Возможность Делать это Американским Израильским Самолетом И французским Самолетом И Ну ладно С Иордани У нас не есть договор Да Но Саудовская Аравия Призналась в том Что она тоже Участвовала В этом сговоре В этой сделке То есть Так сказать А у нас Саудовская Аравия Пока до сих пор Нет никаких Дипломатических Отношений Да То есть Как бы Поддержали Насколько я знаю И Арабские Эмираты Поддержал Ламан И так далее И так далее То есть На самом деле Ситуация стоит Куда сложнее И она заключается В том Что арабские страны Персидского залива Большей частью Понимает Преимущества Преимущества В ряде Изменилась Изменилась И то Что произошло Во время Обстрела Ирана Да Бассировано Обстрела Как бы о нем Не говорили Что это Пиар Что это Старое оружие Которое Надо было Списать Неважно Обстрел был Бассированный Более 300 снарядов Из которых 99% Просто не Долетело До территории Израиля И во многом Благодаря Другим странам Иордании Саудовской Аравии Объединенным Арабским Мюнератом И так далее То есть Поддержка Пришла Оттуда Откуда Не ждали Хотя Не ждали Вполне возможно Существовали И раньше Какие-то договоренности О которых Не сообщалось А риторика Была та же Что вот Да Безусловно Израиль Должен Навести Порядок У себя Признаться В том Что существует Второе государство Палестинское И так далее И так далее Но риторика Риторика Слова словами А дела делами Короче говоря Я думаю Что и то и другое Важно Важен ответ Ирану Безусловно Но и важен Наш союз Новый альянс Возможный Который продемонстрировали В этот раз На примере Когда Так сказать Была ликвидирована Иранская угроза И как сказал Один чиновник Белого дома Не надо себе Строить иллюзий Что Иран Просто так Хотел показать Продемонстрировать Свою силу Иран Надеется Что этот обстрел Нанесет определенный И серьезный Ущерб Израилю Но этого Не произошло Израиль Вышел в какой-то Степени Из этого сражения Победителем Во многом Благодаря Новому альянсу Который Базируется На аврамических Соглашениях Подписанных Четыре года Того Назад Поэтому Ситуация Меняется И я считаю Что безусловно Для нас Очень важно И то направление То есть Именно Так сказать Удар по Ирану Чтобы сохранить Факции Раздерживание А с другой стороны Создание И укрепление Альянса С умеренными Ближневосточными Сунистскими режимами Спасибо Марк Тебе Тот же самый вопрос Единственное Что отталкиваясь От последних слов Твоего тезки Хочу заострить Вот он сказал Что Марк Котлярский Сказал Что нам важно И ответить Ирану И сохранить Этот союз И использовать Его возможности А одно Не исключает Другого? И опять С удовольствием Соглашусь Со своим Сегодняшним Оппонентом Нам важно И то И другу А теперь Ну чуть Сделал Возможного Времени То что Произошло Это уже Реальность То что Наши соседи Повели себя Именно так А не иначе Это реальность Она есть Можно сказать Коалиции Временным Партнерством Или любыми Другими словами Которые нам Погравятся Это та реальность Это Безусловно Еще не Коалиция Во всем Существа Это иметь Ввиду Ее Формальные Признаки Но это Безусловно Уже Шаг Который Можно Так Расследовать Никто Не сказал Из них Что Нет Это не Коалиция это время. Нет таких заявлений, точно не было. Поэтому можем вкладывать в эти слова то, что считаем нужным. Более того, мы уже имеем право говорить о том, что подобные отношения, как бы их ни назвали, они могут быть нашей целью и в этом направлении надо работать и, возможно, это как бы каким-то образом скорректирует и наши внутренние отношения с нашими согражданами, арабами, тем более, учитывая их лояльность в эти терновые иностранные дни и их поведение заслуживающего уважения, как питают все специалисты. Возможно, вообще многое надо пересматривать. В целом случае, это признак того, что пересматривать можно идет вперед, хотя и не обязательно, вполне возможно, что это не совсем так, как хотелось. Ну, в какой-то мере. теперь, что касается того, что что выбрать. Я думаю, был один деятель, может быть, вам отчасти знакомый из нашей молодости, который говорил, что слова «демократия» и «справедливая критика» в нашей действительности говорятся не для нас с вами, а для заграниц. Они думали, что у нас есть «справедливая критика». Дело в том, что элиты наших соседей у них другое общество. Разные люди по-разному делу, но у них другое общество. Элиты и улица воспринимают там действительно с парадом. У нас-то по-разному, а у них тем более. И элиты вынуждены считаться с мнением улицы в той мере, в которой их общество считает. Извините за то, что это уйдет. Поэтому, когда они делают такие предупреждения, они говорят то, то есть, хоть и американцы порой делают то, даже американцы, что хотят, хочется услышать улица. Как они отнесутся потом к теме из вам наших поступков? Они отнесутся так, как они сочнут нужным и почувствуют для себя перспективным. И в этом я абсолютно убежден, что их слова, как вот Валерик цитировал Ежелес, а я бы хотел старую поговорку о том, что язык дан деплога, мне кажется, это толерант. Для того, чтобы стартой поговоркой, для того, чтобы скрывать свои мысли. Они говорят то, что хочется услышать улиц. Как они себя поведут, так, как это будет в речке. Так как мы подготовим их реакцию на тот серьезный момент, который нам покажется важным для того, чтобы внести в него трудную подготовку. Я думаю, что вот их сегодняшний будет тоже результат дипломатических, военно-дипломатических и других договоренностей, которые совершенно не обязательно говорить слух. Это не то, что должна слышать улиц. Вот. Поэтому мы зададу вопрос о том, вот они сказали и что выбрать? Выбрать надо то, что правильно. Правильно, на мой взгляд, надо донести как бы конкретный, точечный, не очень большой, но сильный удар, приказав, продемонстрировав, что с нами так вести себя нельзя. И с вами будет то, что мы превратим вот этот объект, желательно, безлюдный на момент удара. Вот. на мой взгляд, надо сделать. Как отреагируют на это наши соседи в момент этого удара или потом, когда станет вопрос о необходимости и их шагов, это будет видно на тот момент и они отреагируют так, как мы все сможем их реакцию подготовить и это будет та реакция, которая им покажется для них более, более естественной, выгодной и правильной. И у меня кажется, что событие развивается в правильном направлении. Я не уверен, что мы всегда себя ведем в правильном направлении, но эта тема, наверное, другой. Безусловно. Так. Да, за эти дни поменялась в очередной раз ситуация на переговорах, которые ведутся по так называемой обменной сделке, то есть об освобождении израильских заложников, которые находятся начиная с 7 октября в плену у Хамаса. Когда появились, появилась, точнее, американская формула переговоров, о ней было много споров по этому поводу, но сейчас они уже значения не имеют, потому что Хамас официально от этой формулы отказался и предложил тоже официально свою. Она выглядит очень абсурдной, странной и труднопринимаемой, но тем не менее она существует. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, связано ли все это с обострением иранской проблемы? То есть подстраивается ли руководство Хамаса под новую ситуацию или же нет? Это два параллельных процесса. И нет ли у вас ощущения, подчеркиваю ощущения, потому что данных реальных не существует, что заложники в той ситуации, которая сейчас складывается у нас, отходят на второй план? Марк Отлерский. Вопрос на самом деле сложный, он не на пять минут, потому что он распадается на... Я тебе предлагаю уложиться в три. Главное вовремя уложиться, да, это правильно так сказать. я хочу сказать, что он действительно распадается на несколько составных частей. Сложно сказать, зависит ли как бы коррелируется ли поведение Хамаса с ситуацией в Иране, потому что далеко не всегда, скажем, Иран выказывал крайнее недовольство акции Хамаса, начавшейся кровавой этой акции с 7 октября. Иран и Хизбалла, кстати, которые, так сказать, при всем, при том, за время войны Израиля с Хамасом, кроме словесной поддержки вербальной, никакой другой поддержки больше Хамасу не оказывали. То есть, так сказать, более того, насколько я понимаю из того, исследуя из публикации в прессе, что Иран был жутко недоволен тем, что считает, что Хамас поторопился, потому что у него были, скорее всего, какие-то виды. Я думаю, что Хамас, прежде всего, ориентируется на самого себя, когда, так сказать, выдвигает те или иные правила игры. У меня нет никаких сомнений в том, что заложники отошли на второй план, этого быть не может, потому что это одна из главных целей, поставленных на войне, три цели. Уничтожение власти Хамаса, освобождение заложников и полное дезавуирование власти Хамаса в тех перегазах, ведение новой формы правления или, во всяком случае, обеспечение безопасности этого участка территории. Я думаю, что дело в другом. Дело в том, что Хамас лавирует по той простой причине, что у него действительно истощаются силы. Это, во-первых, он хочет выиграть время, чтобы переобуться в воздухе. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что проблема заключается в том, что у него нет такого количества заложников, о котором идет речь в этой самой обменной сделке. Что значит нет? Известно, что, так сказать, часть заложников находится в руках у исламского джихада, часть заложников находится в руках у каких-то частных лиц, часть заложников находится где-то вообще у каких-то мелких группировок, о которых даже не знает сам Хамас. Поэтому, так сказать, ему надо время, ему надо тянуть это время. У него нет того количества заложников, которых мы предлагаем, Америка предлагает в качестве альтернативы. Поэтому появляются, как ты правильно сказал, все эти абсурдные встречные предложения по идее неприемлемые. Единственное, на мой взгляд, поэтому тебе кажется, ты говоришь, что не кажется ли вам, что заложники отошли на второй план. Не отошли, но единственный выход в данной ситуации это не идти на требования Хамаса, понимая почему он так крутит и вертит, почему он лавирует, почему он хитрит, а усилить давление на Хамас насколько это возможно, и начать с ликвидации всех его лидеров и, так сказать, по очередности понимая, дать понять, что на этом все, игры закончились. Только при этих условиях Хамас может пойти на какие-то уступки. В противном случае игра будет эта кровавая продолжаться, и я не уверен, к сожалению, я прошу прощения за это предположение, я очень его не хочу. Я не уверен, что мы дождемся многих заложников живыми. Если так, будет продолжаться дальше. Спасибо. Марк Горин, тебе слово. Ты спросил, нет ли у меня ощущения, что заложники отходят на второй план. По-моему, они отходят на третий план. То есть, не на второй. Теперь на третий. И у ситуации, в которой ничего не происходит практически в ГАЗе, какие-то точечные операции, которые кто-то демонстрирует, нет, нет. Слава воинам, которые их проводят. Но, чисто того, какие политические задачи ставятся перед результатами, мы ничего не видим и не слышим. На мой взгляд, заложники и Сенуара Бутин проклят и наших лидеров интересуют вопросы выживания, в первую очередь. Сенуара физическая, а наша лидера политическая. Если бы они могли освободить заложников, чтобы это было громко, шумно, с боем, штурмом, и придал бы им политические очки, конечно, они бы, безусловно, они были бы рады и счастливы. Такое возможность. Но, поскольку они не могут продемонстрировать силу, ну, не получается, им не комментировать, почему не получается. А любой компромисс, переговоры всегда компромисс, всегда уступки, и всегда демонстрация некоторой слабости. То есть, в наших уступах, ну, это реальность, можно не говорить, что оно так. А демонстрация слабости их не устраивает, потому что это политические айти, которые они набирают, и их не устраиваются. Поэтому оно и отходит на третий план. И министр финансов, господин Смут, говорит об этом открыто, раз за раз, что-то обсуждать. Его никто не обрывает и не подзвергает обструкции. Ну, кроме улиц. Это вот то, что за улиц. Понимаете, какая штука, посмотрите на реальность. В Газе, собственно, в тех районах, которые мы якобы, то есть, нет, мы победили, мы освободили, мы защищаем, но при этом там укрепляется власть Хамаса. Полиция Хамаса выходит на улицу и как бы осуществляет, реализует свою власть. На пляжах люди, в общем, тишина, и как была власть Хамаса, так она и остается и до какой степени и до какого времени это дойдет, мы пока не знаем. А пока мы не знаем, до какой, мы можем представлять себе любую реальность. Марин вот сейчас сказал, и вот тут мне это не трудно заговорить. Ну, теперь как? Он повторил просто те официальные лозунги, которые правительство нам сообщает, но как бы, как это врач по уховидению, в приемнике говорят одно, а в холодильнике я вижу другое. заложники, безмерно же, безмерно, и, ну, спрашивают, несколько раз был задан вопрос в разных СМИ, почему вот когда-то Ниталья Ягл освободил этого сержанта, отдав тысячу этих самых, ну, я знаю, арестованных, негодяев, террористов, ладно, а сейчас он не хочет отдать там тысячу человек за одного, а сейчас он не хочет отдать пятьдесят человек за одного. Просто потому, что тогда в правительстве где было Бенгвира и Смотрича, которые все время, так сказать, ждут, чтобы у них был повод громко хлопнуть дверью, и это, безусловно, будет таким поводом. Вот и все. Каждый решает свои политические задачи, а не задачи. Если бы мы хотели освободить заложников, то мы бы занимались заложниками, а поскольку мы хотим, мы, в смысле, рука нашего руководства, хотим чего-то другого, оно не занимается явно чем-то другим. Что может быть? Американцы пытаются оказать давление, вот американцы, про которые не все говорят с уважением, я к ним не отношусь, пытаются оказать давление на Катар и Египет, которые, ну, каждый в своей роли осуществляют посреднические функции, всем, чтобы они надавили на лидеров, на лидеров Хамаса, особенно за рубежом, с тем, чтобы найти какой-то конструктивный вариант, потому что то, что говорит Хамас сегодня, вот эти вот дикие, зудкие предложения, они вертят только одно, что Сен-Ар все прекрасно понимает и понимает шаги нашего правительства, и он просто не хочет отдавать, если мы пойдем на это, то придумаем что-нибудь другое. Теперь по поводу Ирана в двух словах, Абсолютно, это просто могут быть события в Иране, могут и быть события в Иране, могут быть затмения луны или солнца, и это можно было привязать к чему угодно. Появились события, связанные с Ираном, их можно использовать для объяснения того или другого, или другие использовали бы что-то другого. Коллеги, спасибо за этот разговор, напомню, что вместе со мной в нем принимали участие израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин. Еще раз спасибо и всего доброго.